Ребята, привет! Вы на канале Полинс, и это блог о жизни в Польше, о адаптации, о бизнесе, о фишках, о законах и много-много всего. Итак, поехали! Сегодня в преддверии 1 сентября, уже август, у меня очень много клиентов, очень много запросов по школам, по записям, поэтому я хочу сегодняшнее видео посвятить образованию, как можно записаться в польскую школу, в техникумы, в лицее, какие есть проблемы, подводные камни, полициальные школы тоже туда же. Поэтому, если вам интересна эта тема, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, у меня всегда очень много интересного и познавательного. Так вот, если говорить о школах, сейчас сезон переезда в самом разгаре, люди едут, торопятся, чтобы приехать до 1 сентября, и многие меня спрашивают, как же можно записаться, какие могут быть критерии, проблемы и вопросы. Что я вам хочу сказать? Есть такое понятие, как школа обводово, и алгоритм действия такой, вы приезжаете, ищите квартиру, ну, либо удаленно ищите квартиру через посредников, как я, например, да, ущу людям, когда они приезжают уже в своё жильё. И есть специальный сайт, я, кстати, закреплю его тоже под видео, где вы, вбивая улицу и номер дома, вы автоматически получаете, какая ваша школа обводово, то есть в какую школу вас обязаны принять по прописке. То есть вы своего ребёнка вписываете в договор, и с договором на жильё приходите в школу, в секретариат, и вас там обязаны взять. Какие нужно иметь с собой документы? Конечно же, это свидетельство о рождении ребёнка, переведённый на польский язык присяжным переводчиком. Обязательно шведетство об окончании прошлого класса, если ребёнок уже ходил в какой-либо класс, табель. Условно, с оценками его тоже нужно перевести, чтобы было понимание, какой год, что закончил и в какой класс его вести. Но тут может быть нюанс по поводу какого класса, потому что, когда мы переезжали 4 года назад, действовало правило, и оно, в принципе, есть, этот закон о том, что если ребёнок, есть свидетельство о том, что он окончил этот класс, то его должны взять на следующий класс, вне зависимости, в какой стране он его закончил. Сейчас, с началом войны, когда приехало очень много иностранцев без знания языка, и количество иностранных детей иногда доходит до половины польских детей, то, понятно, учителя не могут справиться, особенно, когда нету никаких переводчиков, не адаптированная система, и поэтому проще руководство говорит, что таких детей берём снова в тот же класс. Условно, если ребёнок закончил второй класс, его обратно возьмут во второй класс, шестой класс, его возьмут в шестой класс. Так, мама двух детей, один из них у нас школьник с опытом, хочу сказать, что советую не соглашаться, если у вас ребёнок с первый-второй класс, то, конечно, не самый лучший вариант снова идти в первый или во второй класс, потому что образование тут очень лёгкое, и это как такой полусадик. Если ребёнок, конечно, приедет и поступит сразу в шестой, седьмой, восьмой класс, то тут, если он не знает языка, то лучше пусть он повторит этот год, потому что из-за, опять же, языка могут быть проблемы, а восьмой класс тут выпускной, к этому тоже нужно относиться серьёзно. Если вы едете с другой страны, и ваш ребёнок уже закончил восьмой, девятый класс, то в этом случае есть два пути. Либо поступать в техникум лицей школы Бранжова, либо в подготовительный класс для иностранцев, но их очень мало, либо ещё раз пойти в восьмой класс в школе, чтобы подготовиться к экзаменам выпускным восьмиклассистов, сдать эти хорошие экзамены и по рекрутации попасть в тот лицей либо техникум, который вы хотите. Поэтому на консультациях мы с людьми индивидуальными разбираем каждый случай. То есть, как я вам сказала, есть несколько вариантов, и какой техникум лицей школы Бранжового выбрать, потому что туда идут по рекрутации, а человек, который извне, попадает уже либо в частные, либо там, где остались места, либо, как я уже сказала, в подготовительные классы для иностранцев. Но это нужно узнавать, потому что не каждый техникум и лицеем имеет такие классы. Что касается полициальных школ, то тут тоже идёт рекрутация до 1 сентября, и, в принципе, есть места, можно записаться, и даже это делают удалённо. Я это делаю удалённо для людей из Украины, из Белоруссии, то есть помогают записывать, и классно, что вы не теряете год, вы приезжаете и сразу начинаете учиться, и уже ближе к легализации и ко всем плюшкам, которые даёт полициальная школа. Поэтому, как видите, вариантов много. Что касается садиков, то рекрутации в садиках нету летом. То есть, когда вы приедете, то вы пропустите все рекрутации, и тут нужно только ходить ногами, искать, что есть рядом в частные садики, либо писать в секретариате просьбы на быть на листе, и как будут места, то тогда вам позвонят на таком этапе. Есть ещё такой вопрос, который я хочу с вами обсудить. Вы, например, всё классно, вы нашли квартиру возле школы, вы рады, приходите, это школа обладово, вас должны принять, а вам говорят, нет мест. И мы вас не можем принять. Что делать в таком случае? Итак, что делать, если вы пришли в школу обладовую районную, и вам говорят, нет мест. Такие у меня тоже были случаи. Тут вам надо идти через кураториум Ошвяты. Есть такое учреждение, которое находится выше школ, потому что вас обязаны взять, но если действительно нету мест, а соседи школы вас футболят, потому что вы не по прописке идёте, получается замкнутый круг, то этот вопрос может решить только кураториум Ошвяты. Вы тогда звоните, находите в гугле именно по вашему воевудству кураториум Ошвяты, находите отдел, который занимается школами, подставовыми, и звоните, либо официально, лучше официально я мейлом писала письмо, объясняла ситуацию, писала номер школы, писала адрес, где живёт мой клиент, и спрашивала, что делать. И тогда давала распорядку, как бы сверху, кураториум Ошвяты давал распорядку либо этому директору принять, либо говорил конкретно, в какую школу, а обязаны принять только по этому району. Вас не могут сказать, вот, есть место там за 3-9 земель. Нет, то есть по вашему району, пусть это будет не Водова, а соседняя. И тогда вы уже официально с этой бумагой идёте в школу, и директор, секретарь вас обязаны принять, потому что в высшую кураторию Ошвяты нет никого уж в школах. Поэтому я думаю, это видео будет полезно. Ставьте лайки. И...